Пока Россия и Беларусь заканчивают одни совместные учения и готовятся к другим, украинская сторона укрепляет свои оборонительные позиции на границе. Сейчас военные эксперты считают наступление с территории Беларуси маловероятным. Но министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что оно может начаться в феврале этого года. «Поскольку мы все знаем, что есть риски нападения со стороны Беларуси, мы должны быть готовы дать отпор врагу, чтобы он не продвинулся дальше границы». Пресс-секретарь Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина рассказывает, что, учитывая регулярные учения Беларуси и России, украинская разведка должна следить за обстановкой на территории соседней страны. «Мы следим за этой обстановкой и отражаем ее в нашей оперативно-боевой деятельности. Мы регулярно координируем ее с другими подразделениями сил обороны Украины. Так что мы готовы к любым провокациям и любому развитию событий». Российская армия будет накапливать людей и оружие, считает главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Президент Украины Владимир Зеленский также говорит о продолжении мобилизации. «Сейчас Россия собирает силы для очередной эскалации. Вместе с партнерами должны сделать и делаем, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно. Никакая эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным». Командование Украины считает, что Россия попробует снова пойти на Киев. Главком Валерий Залужный говорит, что наступление может начаться со стороны Донбасса, юга Украины или Беларуси. Михаил Пранович, Дарья Чульцова, Белсад.